Я живу этим. Ты смотришь на них, как воробьи, по возрасту мои дети, смотришь, что им вкусно, что они там, блин, уплетают, о чем-то там разговаривают, звонить родителям, показывать, как их тут встречаешь, что они на вагне шашлыки едят. Это тоже, блин, необычно. И не важно ничего. Надо сказать. Я родился в Казахстане, в районе озера Балхаш. В 1996 году я приехал в Россию, в Калугу. Есть дочь, был сын. Сына. 15 лет я потерял, то есть он нашел у меня на руках. Обнаружили четвертую стадию рака. И через 9 месяцев он не стало. Смотря телевизор, когда началось СВО, там погибали такие же дети. А сын ушел в 16-м году. В 16-м году ему должно было исполниться 16 лет. В 22-м году ему было исполнено с 22 года. То есть он мог бы быть активным участником СВО. И смотря телевизор, у меня разрывало сердце. И ты думал о них, ты думал о том, что у них есть такие же родители. Ты понимал боль родителей, которые теряли своих детей. Мы сидели с супругой. Я говорю, я больше не могу сидеть. Это было, по-моему, 14 апреля. На что она ответила, да, езжай. Я собрался, закупил гуманитарку. По дороге я встречал колонны. Я раздавал сигареты, шоколад, зажигалки, печенье. Ну, там много всего было. Машина была забита полностью. Ну, и Господь Бог мне привел в то место, где действительно я был нужен. Когда мы познакомились с Сергеем, когда ему позвонила первый раз по видеосвязи, мне хотелось тоже убедиться, на самом деле он раздает шашлыки там у дороги. Он был здесь с ребятами, и я увидела, что он их кормит. И вот этот образ взрослый мужчина срывается и едет к своим сыновьям для того, чтобы их обогреть. Он как бы засел. Все там друг друга придумывают позывные. Я говорю, давай батя. И он, ну, так скромничал, сидел. А потом, через какое-то время, ну, когда сами уже ребята его называют батя, он, да какой я вам батя? Ну, неудобно, ну, это в стиле Сереги. Да какой я вам батя? Ну, и тут уже все, тут уже не спросишь. То есть, по факту, позывные придумали ребята. Редактор субтитров А.Семкин